Всем привет, с вами Демон Сталкер. Добро пожаловать в Арк Сурвайл Уву. Только вы привыкли себе к виртуальному миру, а это реальный мир. Когда-то существовало на нашей земле. И следы этого существования разбросаны по многим музеям. Мы находимся в Палеонтологическом музее Нини Орлова в Москве. Я пришел не один, а с другом он любитель в этой области. Здравствуй, друг. Представься. Привет, любитель динозавров. Меня зовут Илья Девтхил. Канал тоже есть у меня на ютубе. Там были фигурки динозавров, различные подачи у меня. Я просто обозревал фигурки папу. Я с детства люблю динозавров, и мне было интересно, какие-то красивые фигурки собрать. Собственно, Палеонтологический музей Москвы у меня одно из любимых мест. Я люблю бывать, что-то интересное. Буду здесь еще раз посмотреть и рассказать. Здесь, соответственно, товарищу показать это место, потому что он здесь ни разу не был. Мне кажется, ему должно быть очень понравиться. Я на это надеюсь. Ну, это у нас скелет мамонта. Можно почитать. Здесь вы что-нибудь увидите, конечно. У него в данном скелете 3 метра 15 сантиметров. Ну, не самая крупная особь, потому что они достигают намного больше. Товарищи любители, узнаете? Кого? Из арк. Сурвайл Волк. Это, ребята, карта Советского Союза. Нелогически? Да. Тадо превращения органического вещества. Вещества, веществов, углей. Ну, да, интересно. Собственно, сообщи, что мы рассматриваем происходение нефти и газа. Советующие экспонаты. Вот, ребята, вот нефтьпереработка. Колбочку не желаете? Смотри, динозавры. Порошок, порошок, пираль. С чего-то взаимосвязано, ребята. Может, забавно детскую машинку зеленую показать. Ну, я вроде ее там, вроде ее заснял. Ты компьютером пользуешься, ведь он тоже, получается, из древних миссер-отганистов. Ну, да. Почтях в классике и так далее. А вот экосистема водоемов. В 79-м году хобот имени кто-то не рисовал. Сейчас это интересно будет, да. Вот это мама? В 759-м году. Вот так его изобразили. Вот, возможно, они по костям не знали, что у нее был хобот, но потому что многих древних животных, это самое, собирали не очень правильно, когда вот тут находились в 19-м веке. Это вот там тоже гонодон, это очень известный, так сказать, экземпляр. Когда его собрали четырехногим, грирок поставили ему на нос, как у носорога. А, собственно, оказывается, то, что у него рога были как бы вот эти вот... То, что за них было принято, это были как бы, ну, когти на пальце, что ли, как-то большие, вот у нас так расположены. И ходил он более вертикально. Наши ученые. Не только. А вот, это в честь него музей-то? А, ну, вот, у меня есть, раз, имя Орло, можно показать, создать его тоже, что-то здесь. Вот, честь кого-то музей назван. Вот видно, как вот телец собирает, надо сделать музей, вот там от схемы музей, где мы сейчас ходим. Вот в этом первом зале находимся, где вот, как он называется, грижиозавр сверху висит. Угу. Ну, сколько лет там и висит. А, это риф. Такое. Ну, что, один из таких очень интересных здесь экспонатов, собственно, это грижиозавр. Такой двеношейный ящер интересный. Любопытно, то, что, может быть, размер не кажется, что супер-веганский, но все равно очень интересное существо. И, как бы, я не знаю, как бы в наше время такое встретить, как отреагировать. Ну, вообще, я читал, то они достигали крупные особи и до 30 метров. Ну, ты еще помнишь, что у подобных, так скажем, животных было очень много разных видов? Мне кажется, вот это, не помню, но это, вроде, самый большой. Хотя, может быть, и хищники были больше. Да, у меня даже в камеру не влезает. Да, огромный такой. Мне надо будет присесть, чтобы его уместить. Мне кажется, он все равно не умещается. Вот такой вот он. Бум, давай. Я метр семьдесят пять. Альфа Турничев, Боровец. Да, он как третеля. Скелет гигантского безрога у носорога. Именно брикотерия. Сейчас мы уже пошли по залам, которые идут по развитию Земли. Как бы, мы сейчас более примитивно, так сказать, ранее. Сейчас смотрим. Потом уже дойдем, как бы, постепенно и до динозавров, и до древних животных, другие мамонты, и тоже выгодят брикотерии и прочих. Вот, и как бы, собственно, музей поставлен, так же, как шла эволюция, развитие жизни на нашей Земле. И, собственно, мы начинаем, как бы, сначала, и идем к чему-то такому уже, ближе к нам, к человечеству, допустим. Потому что было уже, кстати, ближе к нашему времени, где мы сейчас живем, правильно? И мы посмотрим на древний организм, самый древний. Похоже, все, ну, я за оператора на общественных началах. Вот это критикозой. Это значит, что у нас началось после того, как вообще жизнь выразилась. Посмотрение. Современная жизнь диктует условия QR-код, и вот номер даже есть для наушников, что можно ходить с устройством, с вами там, в котором купишь это отдельно, и в скорости тебе будет наговаривать лучше. А это что у нас? Так, бактериальный матч. Что-то в современности. Материал. Бактерии. Вот если это что-то интересное, они что-то ступлю в этом колоде. Лучше туда не заглядывать. Почему не заглядывать? А то бактерии нападут. Ой, прям вообще. Так, это растения, да? Кроме клеем? Ну, есть такой вопрос. А если астероид не упал, ну, сколько могли бы еще просуществляться динозавров? Ну, в зависимости от условий и климата, который был бы на планете, чтобы как формировалось, то, что, в принципе, могли жить и развиваться дальше. Действительно, падение астероидов было главной причиной, почему они вымерли. Может быть, естественный ход эволюции привел к тому, что они стали как бы птицами, и как бы... Ну, правда, есть спешка о том, что все-таки крупные животные вымерли из-за катаклизмов определенных. И даже тоже смены климата. Как бы, в основном, все-таки, конечно, это астероид. То есть взрослые же особи не выдержали этого климата, а более мелкие остались, ну? Да, кстати, ты изучал такую тему. Но это не именовство, это как бы именно животные, виды и так далее. Вот так вот. Да, это такая тема была. Еще, кстати, нас уже говорили в школьные годы, что, возможно, умные существа были бы вот развиты, рептиды, как бы, были бы люди, так я не смогу сказать, но, как бы, что-то не были бы люди, а что-то были другие существа, но они тоже могли бы стать разумными. И мне сейчас нравится больше, что мы все-таки стали млекопитающими, потому что древние динозавры, они исключительно хищниками были, очень жестокими. Эта цивилизация, мне кажется, была бы нереально жестокая, если бы она была бы ядритивной, как мне так кажется. Может быть, по-другому, но у меня такое мнение. А мы все-таки из приматов, как бы, произошли, они, как бы, все-таки более такие всеядные. Даже вот если смотреть по шимпанзе и другим товарищам, они, как бы, были ближе к вегетарианцам, в основном, там, насекомые, еще что-то такие у них в целом входят. Поэтому, как бы, такие самые моменты жизни. И хотя человек там уже стал охотиться и прочее, в общем-то. В плане, но все-таки, как бы, не знаю, мне кажется, что все-таки, наверное, сказать, млекопитающие, вот как вот мы пошли, ну, как бы, более такие, что ли, нам гуманны, чем-то были пристили. Ну, у меня такое мнение есть, что вот тогда бы, как сказать, было бы нравы более суровые в мире возможности. Я не могу ошибаться. Надеюсь, вам, ребята, интересно смотреть. Ну, будет интересно смотреть тем, когда появился телек и крупно-существа. Это уже понятно. Конечно, у тебя не будут какие-то такие, там, подробности. Это преды краков, я как понимаю, да? Значит, если это лангуст, то он и сейчас существует. Ну, возможно, у нас древние семена были похожи у зона. Ну, ракушки. Такие у нас товарищи уже древние, мечехвостые, любопытные. Очень смешно, что она временно похожа на маску Дарта Вейдера и на лицехват из чужих. Так вот, смотрите, очень такой специфичный организм. Понятно, что киношники все вдохновения берут из природы, потому что там как бы, если там в чужой даже тоже чужой, то же, как бы, считание ящериц, насекомых, что-то подобное. Ну, выбирали то, с чего люди боятся, то, что им неприятно. То есть создали такой образ. Хотя вот Гиггер этот рисовал, как на своих фантазиях, но все равно как бы, откуда еще все брать, как неживый природ. Вот этот ракоскорпион тоже такой, древний как раз, и на родственник этим всем товарищам. Как раз и те, кто были, даже раньше, чем рыба, получается, на то, что вышли, то есть товарищи, чего. Сначала они были первыми покорителями, а раньше еще растения получили. Вот этот, потом, за эти товарищи. Вот милый глазки паука. Просто, почему-то их два, а не восемь. Может, остальные там где-то маленькие, не скорость. В янтаре написано. Даже в янтаре такого нашли, видимо, древнего товарища. Ну, про то, как образуется янтарь, если эта фигня была еще в партирского периода сказана, то я думаю, что это можно... Если я в таком темноте бы увидел, и у него глаза бы светились, я бы сказал, что... Как у кошки. Вот я, Катя, странно, не понимаю, почему люди боятся пауков. Не, не все. Вот не все, но потому что... Правда, у меня есть страх насекомых, но что-то к пауками это не относится. Я считаю, что они в плане себе прилично выглядят. А вот когда шесть клапок вытянутые силы, большие глазки какие-то, вот это мне как-то смущает. Вот тут тоже янтарь, а тут бугомол какой-то похожий, да, и так и написано. Да. Бугомолки обычно побалее, как-то у них внешне кажется, такой очень оскорбливающий. Тут вот покрасление из матери. Вот можно как раз на секунду янтаре, как раз увидеть, здесь такое и есть. А, сохраненные реземпляры. Вот какой-то товарищ, мамонт маленький. Эти культуры многообразия органического мира. По сравнению его с этим с осьминогом. Ну, они тут все как-то случайно ходили. Ну, да, да. Вот на весь методах больше всех нет. Нет, нельзя. Еще гигант самодезы речи, и все, что они не стоят. Я думаю, что он был этот тот и тот. И он мог на суше быть и в воду и плавать. Ну, спорю, я на самом деле не про это, просто мне было интересно, что все-таки предокрептилийные, может, еще не был пресможающим себя, может быть, он был, ну, как сказать, как лягушки в этом плане. Поэтому, как бы, я просто не знаю, поэтому мне сложно как бы утверждать, может, это как бы еще такой товарищ как раз был. Вот, а что так вот. А вот мы к рыбам первым пришли. По-моему, вполне любопытно, все пошло теперь логично. Сейчас мы будем рыб смотреть, а потом уже первых земноводных как раз древних. Ну, что у нас древнее какое-то дно, или просто тут рыба как бы скопиличная, это плите, как бы. Вот тут видно, и как бы сразу к ним было сложно, как бы, видите, я бы вообще подумал, что это просто как стена какая-то. Но тут видно, что в картании рыбы, где голова вижу, вот как вот хвост рассмотреть, мне как бы сложно. Где тут есть, хотя вот тут что-то такое. Вот тут целиком, смотри, видно, вот тут видно целиком как раз ее. Ну, кстати, беременных акулов был очень странной формы головы, челюсти, поэтому как бы такие любопытные они. Чего надо посмотреть и догадаться, как они именно все это используют. Потому что здесь вот, конечно, у нас одна, что ты якобы собирал. Мы как бы не знаем, так это было или нет. Скорее всего, вот этой частью. Ну, это они так и рисуешь, они так предполагаются. Все это чуть-чуть, что музей открытся педал, ну, и как бы создание о животных уже изменились к этому времени. Потом что-то может быть уже... Вот, надземный, пресноводный, Павлов. Начало Перми. Ну, конечно, скорее всего, земноводный. Именно первое, а то тут бомстепомые такие. Товарищи. А то тут явно, как сказать, отпечатка вот эти как раз плита с земноводными товарищами. Вот тоже древняя плита, и можно посмотреть товарищей земноводных, кто-либо, где они там есть. Вот тут просто я покажу, что-то они как раз видны, две рядом, тут тоже. Ну, мне кажется, легче оно уже, чем рыб их рассмотреть. Вот здесь. Она такая, как бы, не знающая человек, и не заметит все-все прелести древней жизни. Какой-то на высокой стороне. Да, какой малютик. Это партнер. Ой, это еще меньше. Самый маленький. Атого, кого мы видели до этого, это был фишник. Как раз тот, кто-то предал. Я уже забыл, как его звали. А здесь тоже он есть. А, диноцефалус. Собственно, это его же череп, только более крупные особи. Вот они кто-то и рисует их вместе, что один из других охотин. Вот этот товарищ точно был динамодный. Ну, что-то... Амфибия написано. А, значит, амфибия еще можешь называть. Похожи на современную лягушку. Ну, собственно, они как бы и родственники. Да, у них как будто аналог панциря сверху. Вот позвонки как раз, они как расширенные. И даже очень интересно, потому что черепахи тоже, вот у них, собственно, ребра и позвоночник, они превратились как раз в панцирь со временем. Как будто они так революционировали. Это очень интересно. Тут тоже есть похожее приспособление, но это, соответственно, совершенно вроде бы и не родственникам. Много раз всякие аналоги панциря возникали в Северладе. Тут смешной момент, когда травоядное в вымершем виде, вот таком в черепе, кажется, он куда более страшен зверем, нежели чем вот тот хищный диноцефал. Потому что он как-то выглядит более мило. А тут у вас, смотри, какой-то пасть. И образ такой, как черт какой-то. Череп растительноядного диноцефала. А он написан. А, диноцефал хищный и растительный, обалдеть. Череп гигантского хищного, да. А, бер, мазух, вот он как. А диноцефал, это что получается? Вот сейчас эти забавные моменты, это еще интересно. Такая, открывается большая опятка почему-то диноцефала. Вот это там хищник, а это травоядный. Это, видимо, как амфибия, то какой-то другой это самое. Такой классный. Я, кстати, в первом. Я, короче, запутался сам в этих самых товарищах. Смотри, какая он маленький череп. Вот череп апельтичный, но только маленький. Очень забыл, это не шарит. Здесь не период, что делаешь. На такой взгляд, что одно, это немножко придурочный. Вот такой, вот, с ним можно мем сделать. Вот, кстати, вот на западе показать его выражение лица. Как они его вы сделали. Возможно, то, что другого цвета, может, добавили, уже как и лету так раз. Вот, смотрите, реконструкцию. Так лягушки, все прочее. А вот, кстати, смотри, интересно, тоже вот, специфическая челюсть, вот, родственников, факулка. Это древняя опуха, как раз, такая. Смотрите, это артибия рёбка. Напротив неё, в витриню, кроме словно, что-то. Что напротив неё? Что он словал? Это знакомые. В этом мире, да, это троношли, кискипюрую рыбу. Который считает, что они все вымерли, а вот, оказывается, в наше время тоже существует. Любители арки знают? Подобное, товарищ, собственно, был в экзологическом музее в Питере, и всё-таки отличался от этого, и он, конечно, похожа. Вот эти очень забавные. Они какие-то в панцире шли, даже такие рыбы. А тогда, кстати, страшные же нравы были. Соразно, что все друг друга ели, там вообще как-то были. На нём, особой травоядность не было, поэтому были такие существа защищённые. С всякими чудовыми челюстями. Просто тоже такие рыбы. Это что за похожие на пиявок создания? Так, что-то сложно сказать. Ну, такие-то такие товарищи, как рыбу, прилипало, похоже. Вот она как раз нарисована, что она хватает за этого товарища. Ну, да, это похоже на кредо к современной пиявке. Ну, мне кажется, что может быть не совсем пиявки, хотя сейчас всё знаю, я тоже скажу. Что-то не похоже. Либо какой-то паразит. Мы смотрим, больше на рыбу похоже по плавникам, но может быть и нет. На картинке она, вот я не знаю, современной нет, она хватает рыбу, что она кровь не пьёт, прилипала, и как это они действуют? Что-то... Да, хотя, тряно, я сейчас что-то не знаю, поэтому не хочу. Прямо такой переноски. Это вообще плавник какой-то прям чудной. Даже не знаю, что это похода, как это странно. Вот, ну, зуба, пола. Вот, это прям жирная такая, белая. Современная такая странно. Вот так нарисовали прям, а вот она там не знаю, сколько всего съела, и ей уже плохо было. Человек, рука, 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 рука! Так, вот у вас здесь. Ты знаешь, про все, что добавить. Тут интересные плавники такие, она как лапками почти поддерживается. Даже тут видно, она как-то просто выбирается из, так сказать, вот этой норки, если так можно это выразить, так закапывается в землю. Возможно, так либо от хищников пряталась, либо, наоборот, охотилась, так сказать. Хотя, наверное, как-то именно, не знаю, что-то мне сказать. Это уже пистепелная, да. Щука. Панцер, да, смотри, какая забавная. Угу. Так, ну, собственно, это и вот у нас на фоне склетов есть нестанозухов. Вот. Вот Денинцефал, это какие-то именно такие, как отряд какой-то специфический, что? Ну, был бы живой, может, у тебя получилось бы, но что-то мне кажется, что от него так защищено, то можно было и получить, наверное, в ответ. Так, а может, так попробовать и вот так заснять, что все тепло не загоражило, как они видят. Ну, надеюсь, что все было видно. Вот мы этих не досмотрели, как раз здесь тогда остановились, на этой стороне. Так, а вот это видео всерьез. Простите, но вообще, матчики чаще всего те, кто смог, большие клыки, да? Мы всегда есть. А это поменьше какие. Именно таково, потому что черепа видели. Потому что они-то были вязвимым телом. Такой переломит пополам, вообще не почувствуешь. Ну, похоже, здесь еще много туристов, да? Ну, это, наверное, Терекция. Это азиатские родины. Интересно, снизу заснять. Дайди к нему сейчас. Вот можно как раз на нашем примере увидеть его размеры. Вот, оцените. И вот снизу зубы. Вот были такие виды. Ну, это архиатперик, собственно, как бы. Уже первый родственник птиц, который там перьями, по крайней мере, уже как там спарил. Так, мы пришли в зал с динозаврами, с самыми крупными скелетами. Вот, собственно, диплодок, тот самый известный. И можем сравнить размеры, посмотреть, как оно все. Вот там тут коносный динозавр очень мне впечатляет. Он очень большой. Так, на этом что-то, наверное, бронированный кто-то был. Надо было посмотреть, как он правильно зовут. Это вот здесь, через два стиха, не знаю, будет ли видно. Сейчас можно еще диплодоку тоже заснять отсюда. Пока никто не видит, давай яйцо возьмем. С сюрпризом. Киндер сюрприз. Самый большой вариант. Динозавр. Да. Так, открывай тебя, там динозавр, да? Сейчас мы видим, что эти черепа практически с человеческий рост, наверное. Вот, смотри, какой тут звезды, и здесь вот этот череп, этот вот коносный динозавр. Жуткие товарищи такие. Так, и самого крупного торбозавра тот скелет. Я так понимаю, что это тираннозавр какой-то азиатский, поэтому такое название. И вот тоже видно, какого он размера, в сравнении с этими окружающими. И там рядом вот утконосцы еще более крупный ящер. Можно посмотреть, полюбоваться. Так как попробовать целиком нас захватить. Вот, вот прям целиком видно, какой это был ящер такой жутковатый. Тиракция получается, тиракция тоже получается арбозавр? Не знаю, арбозавр может именно этот, как бы, нет, сложно тут ответить. Ну, наверное, да, интересно. Тиракция, как бы, крупный вид, который именно с Северной Америки находили. Это надо, как всегда, в Википедию залезть. Ну, как-то не без этого. У нас все мозги теперь ушли в Википедию, ничего в голове не остается. И в детстве я тоже, как все это, больше знал, что-то было, а сейчас как-то. Нет, ну, можно просто смотреть, какой-то крупный именно череп, чтобы сравнить с нашими размерами. Википедия – это большой электронный мозг. Товарищ Дейнонник. Собственно, их билуцерапторами образовали в партийовского периода. Те самые стаинные хищники, очень разумные. Рептилии быстрые, шустые. Водина, когти. Ну, вот, сравнись с ним, если бы у них такого размера, примерно, такая горизонтальная копия меняли. Наверное, стоящий, так, главной достопримечательностью данного музея, вот этот вот скелет Дейнодога, достаточно такой, большой массивный, можно менялась, и длиться, длиться. Рядом, вот, какого размера было. Такое интересное растительное явное существо. Вот мы недавно видели череп, только не сняли. И у него зубы, как две грабли, прям вот так хватает листу и сдирает. Но нет жевательных зубов. Поэтому он буквально, как пылесос, все сдирал, то, что видит, и потом переваривал в своем большом огромном желудке. Так, мы пришли к процеротопцам. Они очень похожи на каких-то инопланетяльных скину, поэтому их них черепам всем такими. И вот тут видно стерекозавр рядом, то есть слива еще три церотопца, и процеротопц слева как бы на картинках. И видно вот черепа ихние. Вот как тебе эти ящеры? Ну, я думаю, что хорошие. Защита была от хищников. Они могли и надрать залюцию. Ну, вот это может быть. Больно мило, без выгляда. Вопрос. Вот насчет надрать залюцию, они, правда, полые. Кто-то говорил тогда по этому тему, что, скорее всего, они были украшением больше, может быть, привлечением самки. Уже есть такая вещь, как половой отбор в этой жизни. Камера подсела, снимаю все теперь на телефон. Здесь у нас шантилоха. Вот это черной зуб такой формы интересная. Это верхний зуб шерстистого носорога. И рядом тот брюшный слой. Это что на мозги похоже? Это что такое? Такое соотношение у меня и у него. Товарищ Индри Катери. Такой вот зверь. Что мы там видели? Вот это череп мамонта. Можно прикинуть, соответственно, с изнизить. Вот там череп мастодонта. Вот они, рисунки всяких. Вот это что? Череп бронтотерия. Бронто... Очень похоже на родственников современных носорогов. Это тапир, череп. Это скелет мастодонта. Бронто и комфортерия. Это скелет хилотерия. Сейчас фокус поймается. Скелет носорога. Скелет носорога. Мастер-мастодонт. Они собираются в салоне. Скелет носорога. Скелет носорога. Но все равно они, нищие, 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 нищие. Так что все-таки там. В этом скелет. Живее. Стависи. Скелет носорога. Смотрите, какие рога. Скелет больше рогового оленя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова